Самая большая проблема, которую организовал патриарх Варфоломей в мировом православии, это слом хрупкого канонического баланса, который был на протяжении последних нескольких столетий. Слом этого канонического баланса патриарх Варфоломей устроил, некоторые говорят, такую фразу «вероломное вторжение на чужую каноническую территорию». С этой фразой вполне можно согласиться. Может быть, она странно прозвучит для наших светских зрителей, но она вполне объективно звучит для наших зрителей, которые церковные верующие, которые понимают, о чем речь идет. Вот этим вероломным вторжением он сломал канонический строй православной церкви на сегодняшний день и запустил механизм раскола. Этот механизм запущен, будет ли он остановлен кем-то, сложно сказать. Мы надеемся, что Богом будет остановлен этот процесс, который запущен патриархом Варфоломеем. Но первый и главный плод этого слома канонического баланса, который устроил патриарх Варфоломей, это признание неканонической структуры, безблагодатной, без апостольского преемства, настоящей церковью. Это еще раз тот камень преткновения, с которым не согласится большинство поместных церквей. А раз одни соглашаются уже с этим, а другие не согласятся абсолютно уверен никогда, между ними пролегает и все расширяется трещина канонического непонимания, которая может окончиться таким расколом православия, которым закончился раскол единой некогда церкви в 11 веке на восточную и западную. Вот это проблемы, которые произошли вследствие нарушения ряда канонов.